так с немного прочистил нагар из выхлопного колена к сожалению у меня нет там подсветки ну как-то сейчас в сторону лампы направлю пытаюсь хоть что-то чтобы смогли увидеть в общем гиблое вот щетки особо его не брали пришлось брать вот такой надфиль и легкими ударами его скалывать и потом уже почищать и не задевая геометрию выпускных окон есть и более здоровые артефакты либо так потихонечку соскабливал его почухать у меня проволока не удалось то есть видите серые пятна есть в грязи то есть наверно скорее всего придется пескоструить ладно пока в сторонку это нет не столь важно данный момент на форум не подсказали что вот здесь есть накатка вот это все части идет накатка сначала надо срезать лишь потом выкручивать там болты еретические впручивали я думаю лучше этим заниматься не буду воспользуюсь во первых я пойду к токарю и спрошу смогут ли они расточить ну а во вторых если не смогут то буду просить и вытащивать себе притир и осваивать дедушки на технологию притирочную и пытаться так вот вывести вот эти вот просто безбожные зазубрины в прошлом видео они были если что еще с фотографию ставлю все увидеть когда тебе подарили полировальную машину ты стал себя чувствовать другим человеком вот и я сегодня пошел на рынок после праздников купил круг из сбитого войлока и понеслась я во 555 я во 555 я во стадион ну конечно же дырчик для дополировал то что вчера плохо на полировал но в общем тоже немножко с нарушением технологии и все как дедушки делают но глазу приятно и так сегодня ко мне приехали знакомые коллекционеры и в общем то не сказали давай-ка тиски на ту сторону зажал мы в четыре руки я прошу раз говорил две руки надо в четыре руки ошибся в два человека вот и отвернули вот эту вот гаечку контр с той стороны так понял контр гаечки нет она с левой резьбой спасибо всем кто на форуме не отписался подсказал сейчас снимаем вот эту вот шайбу дистанционную и выкручим это все безобразие разбираем этот вал так ну вот мы короче разобрали как говорит дядька максим застричает и повидло вот такое вот чашки и вал вон уже лежат мисочки получается у нас контр гайки одно не оказалось что меня ввело в заблуждение вот еще что мы тут при свете дня рассмотрели подсказали вам светлее будет уже наверно так вот так светлее видите это похоже на сварку вот это вот кронштейна крепления крыла ну и понятное дело скорее всего и кронштейн подножки не родной вот эта сварка более лату не относится вот креплению заднего крыла вот так вот ладно разбираем ее до конца и идем дальше так мы тут еще поковырялись немножко вставили колесо обратно в раму не им не тут подсказали вот обратите внимание на вот эти наплывы вот это родное место крепления крыла скорее все связано с тем же нашим низкорослым ну и знаком от который делался этот мопед и по идее сейчас она не упадет а оставляйте то наше кругло где-то вот так вот должно быть немножечко ниже то есть поняли да вот видно эти сидела колесо скорее все тоже не на родных блинах собрано сейчас мы все это раскрутим промоем разберем и читаем все так смотрит потихонечку разбираем колесико и у нас задняя шина в 57 света добавим гост сохранять давление 2 килограмма на сантиметр квадратный гост 79 года а внутри камера оказалась 225 на 19 гост 89 года велосипедная камера это риги и риги дырчик впихнули но ничего разбираем дальше конечно печаль беда по задней втулке на хвз на как не тут подсказали разберем размой будем печалиться скрыли мои передние колесо уже раз такая пьянка и тут стоит типа сорт какой-то там 79 скорее всего 79 год и модель камеры так гост там 47 50 74 года эта размерность уже идет велосипедная 26 на 2 машина тоже самое гост 79 года в 57 то есть держать давление 2 атмосферы там по паспору по моему 1.4 должно быть на переднее колесо ладно разбираем это все дело моем разбираем и домой ну в общем мы короче это безобразие разобрали так вот втулка хвз это корреса хорошо что неродную они вот этими вот блинами декоративными убили но одновременно и печально нам придется искать родной вон там он видите вот эта вот сварка паха на и как мне сказали спицы это скорее всего неродные ну ничего я его от мою потом она уже завтра разберем окончательно мы немножко передний обод вернее барабан отмываем от грязи и тут тут шикарно надпись lzm львовский завод там чего-то мотовелосипедов или чего он там был или мотозавод вот львовский завод мото я не помню как правильное название в общем подтвердилось тормозной щит lzm-овский барабан неизвестно пока месть обода вроде как гаузьские но опять же таки но такие мне опять подскажут родной это не родной этот обод может она там было напоследок мы открутили звездочку вроде как нормальном состоянии вот подскажите это родная гаузька или нет бы я не в курсе пятиконечная такая вот была скрыта загламодными щитками вот там они от лежат